Весь Твой путь, Господи Падение Израильского царства, Иудейское царство Разделение в X веке до Рождества Христова, богоизбранного еврейского народа, на два враждебных друг друга государства, повлекло за собой губительные последствия. Оно привело к ослаблению политического могущества народа и падению нравственности. Еврейский народ отклонялся в язычество и во времена единого государства, предавая веру в истинного Бога. Но сейчас это приняло поистине ужасающие размеры. Падшему человеку легче быть язычником. Его боги зачастую являются воплощением самых гнусных пороков и греховных страстей. Человек, следуя им, сам все больше и больше погрязает в грехах и беззакониях. Напротив, вера в единого Бога, благого и совершенного, требует от человека соответствия своему идеалу, требует духовного совершенствования и возрастания в святости. Люди далеко не всегда выбирают второй путь. Ведь сотворить грех падшему человеку легче, чем удержаться в добродетели. Он выбирает стезю отступничества и измены, греха и порока. Сам себе творит кумиров и наделяет их неблаговидными свойствами, теми, которые присущи ему самому. Жадностью, коварством, распутничеством, мстительностью. Этот путь ведет к погибели, ибо пребывающий без Бога, источника жизни, неминуемо погибает сам. Именно такая участь ожидал разделенный народ, изменивший вере своих отцов и дедов. Когда нечестие народа превысило меру долготерпения Божия, погибло сначала Израильское, а затем Иудейское царство. С самого начала существования Израильского царства его цари сделали идолопоклонство знаменем своей политической независимости. В целях упрочения своего престола они всеми силами отчуждали народ от Иерусалимского храма, этой всенародной святыни и оплота истинной веры. Такое направление политики Израильского царства отвратило от него милость Божью. Но Бог по своему великому терпению воздвигал в народе пророков, будивших своей проповедью и чудесами дремлющую совесть царей и народа. Но пророки не были услышаны. Народ оказался глух к словам проповеди и не свернул с пути ведущего к погибели. И страшный час пробил. Господь не противодействовал грозному завоевателю положить конец Израилю. В 722 году до нашей эры ассирийский царь Салмонассар осадил столицу Израиля, Самарию. Под стенами этого города последовала отчаянная борьба погибающего народа. Выгодное стратегическое положение давало возможность Самарии держаться против неприятеля в течение трех лет. Царь Салмонассар был свергнут, не дождавшись сдачи упорного города. Сопротивление израильтян было сломлено уже новым ассирийским царем Саргоном II. Чтобы совершенно ослабить страну и решить ее возможности восстания, Саргон большую часть израильтян переселил в отдаленные провинции Ассирии, где они, окончательно забыв свою веру и перестав исполнять заповеди Божии, рассеялись среди многих племен этой громадной страны. На их место, в Палестину, ассирийцы переселили язычников из других покоренных областей. От смешения с оставшимися израильтянами образовался народ, который впоследствии получил название Самарян. С одной стороны, они следовали Пятикнижию Моисееву, с другой продолжали чтить языческих богов. Царство Израильское не было прочным. На протяжении почти 250 лет своего существования на престоле сменилось несколько династий, но ни один из 20 царей не был достоин своего высокого призвания главы богоизбранного народа. Все они были идолопоклонниками и предателями истинной веры. «И прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме колена Иудина». После гибели Израиля все надежды устремлены были в Иудею, которая находилась на юге обетованной земли и потому именовалась Южным Царством. Но и иудеи не соблюдали заповедей Божиих и поступали по обычаям израильтян. Царство Иудейское также должно было погибнуть, но не навсегда. Господь своим всевидящим оком зрил в нем малую часть, сохраняющую истинную веру и богопочитание. Ради этой малой части Господь сохраняет иудейский народ и остается верен данным обетованиям о Спасителе. После падения Израиля и царство Иудейское падет под натиском Вавилонского войска. Это случится в 586 году до Рождества Христова. Иерусалим, и храм, единственное место истинного поклонения Богу, будут разрушены. Большая часть иудейского народа, как и прежде израильского, будет уведена в плен. Но неволя станет для него лишь временным испытанием, временем покаянного плача о своем отступничестве и измене Богу. В отличие от израильтян, иудеи в плену продолжали чтить единого Бога и каяться в своих прегрешениях, прося Господа о помиловании. По истечении назначенного Богом срока в 70 лет, народ должен будет вернуться в свою землю. В Палестине, в земле обетованной, которую Господь дал своему народу, опять засветится светильник истинной веры. Он будет светить до тех пор, пока на землю не придет сам божественный свет. пока не совершится воплощение Сына Божьего, Господа Иисуса Христа. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин